МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас принят 11 ноября впервые за 20 лет закон о молодежной государственной политике. Его приняли практически единогласно. Правда, когда представляли, сказали впервые, это неверно. Мы еще в лихие 90-е создали комитет здесь в Думе, который занимался семьей, женщинами и молодежью. И тогда был подготовлен уникальный закон о молодежной политике. Семь фракций единогласно проголосовали, определили порядок финансирования, каким образом будем создавать структуры, восстанавливать все, что связано с счастливым детством и обслуживанием молодежи. Тогда Ельцин покрутил этот закон и наложил на него вето, потому что все делалось для того, чтобы перечеркнуть уникальные заслуги в Великой Советской эпохи перед молодым поколением. Я несколько раз ходил к президенту и прямо говорил, что без восстановления детско-юношеских организаций и достойного финансирования школы, образования и науки у страны не будет никакого будущего. Президент поддержал наш закон, или точнее проект указа о создании детско-юношеских организаций в школах и вузах. Мы их активно воссоздаем. Работают пионерские, комсомольские организации, строят ряды, детские, юношеские, творческие коллективы. Но сегодня, если вы посмотрите на тот бюджет, который будет окончательно утвержден, ни одна из этих идей не получила достойного финансирования. Вот сейчас в ходе обсуждения все регионы требуют, давайте все сделаем, чтобы у нас местные советы, местные муниципалитеты имели необходимые средства для содержания кружков, технических, спортивных, творческих коллективов. Пусто-пусто. Более того, волна долгов в регионах не просто нарастает, она зашкаливает. Два с половиной триллиона повесили на регионы, и в ближайший год еще сократят финансирование по этому бюджету на 17%. Сегодня выступающие особо подчеркнули роль школы в формировании молодого поколения. Блестящая идея. Я вам вчера говорил на эту тему, и в принципе не только это поддерживаю. Мы подготовили закон образования для всех. Закон готовили великолепные специалисты. Руку приложили, прежде всего, наш Нобелевский лауреат Жарел Салферов, Мельников, Кашин, Нафонин, Новиков, Смолин, Коломейцев, Плетнева, Востанина. Закон великолепный. Вносим пять раз, закон отфутболивают. А в законе о молодежной политике особо подчеркнуто. Надо создать надежащие условия для того, чтобы молодежь бесплатно училась, были конституционные нормы реализованы и имела рабочее место. Берем опрос в ЦОМ, государственная организация. Какие требования молодежи? А ее до 35 лет 37 миллионов. Первое, 80% испытывают огромные перегрузки по трудоустройству. Не могут устроиться. Каждый второй с красным дипломом и на сегодня ходит без работы. Второе, смотрим, можешь ли себе жилье. Но примерно та же самая картина. Если посмотреть молодые девчата, опрос был 51%. Каждый второй ответил, что она не в состоянии рожать в таких условиях. Это в стране, которая теряет население. И с 91-го года, не устаю повторять, только 20 миллионов русских исчезли с тела нашей державы, что является подрывом национальной безопасности. Смотрю следующие показатели. Какие настроения у молодого человека? Он должен гордиться своей державой, защищать, обеспечивать ее безопасность. 53% заявили, что не желают уехать из России и где-то на чужбине искать свое счастье. Вот этот показатель является приговором и политики общей, социально-экономической, приговором и молодежной политики, и приговором бюджету, за который сегодня Единая Россия с новым пальцем проголосует единогласно. Мы считаем, что последние инициативы Единой России, связанные с удаленкой, с законом о том, что за 24 часа можно отобрать ребенка, с законом, который заставляет сидеть всех по домам и нормально не учиться и работать, является величайшим преступлением перед нацией и, по сути дела, перечеркивает послание президента. Тот бюджет, который сегодня узаконит, он вообще-то должен был ответить на главный вопрос. Главный вопрос и президент обозначил в своем послании в январе, укрепил правительство. Недавно обновили и еще больше укрепили. Но казалось, на этом фоне примите решение, которое позволили бы наполнить бюджет. Он есть, это предложение наше, бюджет развития 33 триллиона. Примите законы, их 12, по которым ваш бюджет получит все необходимое. Вы введете прогрессивную шкалу на олигархию. Мы единственная страна из двадцатки, которые отказались от этого, даже на фоне коронавируса и системного кризиса. Примите решение о новой целине и устойчивом развитии села. Это решение готово и принято на Государственном Совете. Как не бился Кашин, Харитонов и Коломейцев с решением этой проблемы в бюджете пусто-пусто. Самое поразительное, что есть локомотивы, которые всегда вытаскивают любую страну из кризис. Первый главный локомотив – стройка. Она тащит за собой почти все отрасли. Второй локомотив – аграрный комплекс и село. Там каждое рабочее место дает 6-7 городов. И третий – образование, бескачественное образование современной науки. Невозможно никуда ползти и двигаться. Я сейчас выступаю, напомнил им. В свое время, когда Владимир Ильич ставил задачу перед советской страной, обратился к молодежи, он заявлял, можно стать настоящим коммунистом, если обогатишь свою память знанием всех достижений культуры и науки. И тогда была создана уникальная система образования и подготовки. Кстати, советская страна учла все. В свое время Бисмарк сказал, что войны выигрываются в школах. И когда фашистских генералов после их разгрома допрашивали наши следователи, один из генералов сказал, мы проиграли войну не Красной Армии, мы проиграли войну советскому учителю и вашей школе. Мы не думали, что за 10 лет подготовили такого грамотного, прекрасного, умного и образованного солдата и офицера. А когда Кеннеди спросили, почему в СССР первый улетел в космос, он сказал, они улетели в космос со школьной партией студенческой скамьи, прислали к нам комиссию, она подготовила вот такой толщинный доклад. Там была глава, что знает Иван, и чего не знает Джонни. Они после этого в 10 раз увеличили ассигнование в свое образование. Итак, в завершение, главная реплика или заключение по нынешнему бюджету. Бюджет перед войной 1941 года, страна, которая понимала о неизберности нападения на нее Германии фашистской, тратила на образование 8% расходной части бюджета. В 1943 году, после разгрома фашистов на Орловской, Курской дуге, поняли, Сталин заставил всех посчитать. Почти 19 миллионов детей оказались сиротами или с одной мамой. И было немедленно принято решение о создании суворовских, нахимовских и ремесленных училищ. Бесплатное образование, хорошее питание, форма, учебники, учитель, наставник и мастер. И все получили путевку в жизнь. В 1950 году, когда надо было решить вопрос приоритетов науки и ликвидировать американский приоритет в области ядерной, 14% тратили на образование. В нынешнем бюджете те же 3,5%, как и в середине 90. За последние 10 лет наибольшее финансирование было выделено в 2012 году. С тех пор ситуация не улучшилась ни на копейку. Поэтому этот бюджет для решения проблем абсолютно не пригоден. И это вообще вызов и послание президенту, и красная карточка экономическую, финансовую блоку нынешнего правительства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова